Глава 38 Глава 39 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 Глава 41 Глава 41 Глава 41 Глава 39 воли держит себя в руках и не намерена обнаруживать перед Эссексом свое состояние, чего бы оно ей не стоило. «Вы были Самирзаде?» – спросил он Эссекса. «Уж не хотите ли вы выразить мне свое недовольство, Макгрегор?» – проворковал Эссекс. «Я просил вас прекратить ваши заигрывания Самирзаде», – сказал Макгрегор. «Это скверная и опасная игра». Эссекс минуту помолчал. «Вам не кажется, что вы себе слишком много позволяете, Макгрегор?» – спросил он. «Нет», – отрезал Макгрегор и тут же продолжал. «Вы имеете дело не с царьками какого-нибудь африканского племени. Корды великолепно разбираются во всех ваших махинациях и не думайте, что вам удастся жонглировать их интересами с помощью Амерзады». «Вы что, это серьезно?» – Эссекс все еще старался избежать столкновения. «Вполне. В таком случае и я буду разговаривать серьезно». Эссекс взглянул на Кэтрин, потом снова на Макгрегора. «Ваша обязанность – помогать мне, а не спорить со мной. И вам следовало бы помнить, что я приехал сюда не для того, чтобы дышать горным воздухом. Я все еще представитель британского правительства и должен выполнять свои задачи, как, впрочем, и вы». Я только что говорил с Иерусалиму и предостерег его относительно наших намерений. «Если это не шутка, здесь вообще не до шуток, особенно когда имеешь дело с таким человеком, как Амерзады. Ему нельзя доверять даже в том, чего вы от него добиваетесь. Имейте в виду, что он без зазрения совести расправится с вами, как только сочтет это удобно. Об этом уж позвольте мне беспокоиться». «Нет», – сказал Макгрегор тихо, почти с сожаления. «Я должен беспокоиться об этом, потому что это касается нас всех. Вы совершенно не знаете этих людей и сами не понимаете, что делаете». «Вот вы действительно сами не понимаете, что говорить. Откуда вам известно, что я делаю? Мне известно, что вы заигрываете Амерзады». «А между тем, ничего этого вам не даст, потому что он не будет определять политику племени Укри. Эта политика уже определена». «Я не знаю, что вы такое затеяли, Макгрегор», – Эссекс стал, «но я еще раз попытаюсь разъяснить вам весь вред, который вы можете нанести своим самовольным вмешательством. Угодно ли вам меня выслушать?» «Говорить», – сказал Макгрегор, «как бы покоряясь необходимость. Вы должны знать, что на Среднем Востоке имеются две области, контроль над которыми мы считаем жизненно необходимым для нашей безопасности и, быть может, даже для нашего существования. Это нефтяные районы Ирана и нефтяные районы Ирака. Вам, я полагаю, понимают нас со стратегическое значение этих областей». Макгрегор молчал. «Вы ведь не дурак, Макгрегор. Эссекс начинал терять терпение. Вы отлично знаете, что в Ираке все наши нефтепромыслы находятся на курдской территории. А потому мы можем рисковать чем угодно, но только не нашим влиянием в Курдистане. Достаточно хлопот нам стоит удерживать английские нефтяные концессии в Южном Иране. И вдруг я слышу разговоры о независимом Курдистане, в состав которого должны войти и наши иракские нефтяные районы. Независимый Курдистан? Скоро африканские пигмеи и те заговорят о независимости. Это порочная идея. И при том опасная. Такая же порочная и опасная, как и азербайджанская авантюра. В сущности, это один и тот же вопрос. Независимый Азербайджан, независимый Курдистан – это всего лишь политические махинации, направленные против нас. И мы дадим им самый решительный отпор. Другое дело, если какое-то курдское племя желает стать сильнее других, тут мы не возражаем. Всегда полезно оказывать поддержку одному какому-нибудь племени. Это показывает другим всю выгоду разумного образа действия. И если я нашел человека, который готов сотрудничать с нами, что, собственно, вы можете иметь против этого? Вы не Курд. Вы англичанин. И довольно глупостей. Представляете себе, что скажут в департаменте по делам Индии, если узнают, что вы тут ударились в позицию. Вряд ли это понравится им. Макгрегор, почти не раздумывая, ответил на угрозу угрозы. Представляете себе, что скажут в дипломатическом мире, если узнают, что вы тут занимаетесь интригами с таким человеком, как Амерзаде. Дипломатическому миру до этого нет дела. А может быть и есть, заявил Макгрегор. Эссекс посмотрел на Макгрегора так, как смотрят на друга, зная, что больше с ним не увидится. Потом он повернулся к Кэтрин и спросил. «Как я должен на это реагировать?» «Как угодно», сказала Кэтрин. «Вам и Макгрегору давно уже пора столкнуть лбами ваши два мерка и посмотреть, что из этого выйдет. Действуйте. Момент самый подходящий». Но они не воспользовались этим моментом. То, что вставало между ними, грозило такими осложнениями, что у обоих не хватило мужества пойти до конца. Однако Эссекс все же счел нужным еще раз предупредить Макгрегора. «Не советую вам вмешиваться». «Мое вмешательство больше не потребуется», – нехотя сказал Макгрегор, чтобы покончить с этим. «Завтра утром мы отсюда уедем». Эссекс не знал, что ответить. Он всегда чувствовал, что с его стороны непростительная слабость допускать, чтобы такой человек, как Макгрегор, мог вывести его из равновесия. Он не позволил себе утратить самообладание. Но его терпение, его снисходительность, его дружеское, почти отеческое расположение к Макгрегору были утрачены навсегда. И теперь, когда всех этих добрых чувств не стало, Макгрегор показался Эссекс упрямым и навязчивым человеком, от которого необходимо избавиться. И чем скорее, тем лучше. «Завтра утром мы не уедем», – сказал Эссекс с примерной выдержкой. Макгрегор не счел нужным спорить. Не обращая на него больше никакого внимания, Эссекс достал из кармана карты и уселся играть с Кэтрин. Макгрегор лег на топчан. И хотя все его тело у него ныло, сейчас даже больше, чем утром, он довольно быстро заснул. Его разбудили женщины, принесшие ужин. Кэтрин и Эссекс все еще играли, но в комнате горела лампа. Был уже вечер. «Проснулся?» – сказала Кэтрин, и Макгрегор решил, что эти двое снова заключили союз против него. «Для человека столь чувствительного к опасности. Макгрегор, у вас удивительно здоровый сон. Вы храпели, как паровоз». Тон Эссекса был шутливо добродушен. Макгрегору это замечание показалось значительнее, чем оно могло бы быть на самом деле. Он решил, что Эссекс пытается смутить его, но он не желал отставать от Эссекса в готовности предать забвению досадный инцидент, и потому ничего не сказал. Вместо того, он ответил на приветствие женщин, принесших еду. Одна из них стала хвалить благородную осанку Кэтрин, достойную, по ее словам, женщине курдского племени. «Что она? Жена Макгрегору?» Макгрегор сказал, что нет, не жена. «Кровная родственница?» – допытывалась женщина. «Нет». Макгрегор понимал, куда она клонит. «Она для меня только талисман». «Ничего больше?» «Ничего. Она не из тех женщин, с которыми можно делить все тяготы и неудобства здешней жизни». «Отчего же? Она женщина сильная и умная». «Сильная и умная», – согласился Макгрегор. «Но это женщина других краев». Его собеседница прищелкнула языком в знак своего недовольства Макгрегором. Кэтрин, оглянувшись, спросила, о чем они говорят. «О вас», – ответил Макгрегор. Он надянул сапоги и спросил Кэтрин, который час. «Восемь», – сказала она. «Вы проспали почти четыре часа». «А вы все это время играли в карты?» Эссекс передвинул трубку в угол рта. «Нет, я отвлекался ненадолго для беседы с Амирзаде», – сказал он весело, не глядя на Макгрегор. Но Макгрегор не поддался на провокацию. «Просто не могу себе представить, как можно битых четыре часа просидеть за картами». «А вы не играете?» – спросила Кэтрин. «Я знаю только одну игру. Снэп». «Да?» – сказала Кэтрин и аккуратно выложила свои карты на постель. «Кончила», – сказала она Эссексу. «Ах, черт! Еще одна сдача. Я бы сам кончил». «Вы теперь должны мне уже пять приглашений в театр», – сказала она. «Если вы не возражаете, я бы предпочла все пять в театр Виктории. Больше в Лондоне никуда ходить нельзя». Она принялась тасовать карты. «Кстати, Гарольд, когда мы вернемся в Лондон?» «Я должен поспеть туда до заседания Совета Безопасности, которое состоится в конце января», – сказал Эссекс. «Дни через восемь, значит? Не успей. Должны успеть», – возразил Эссекс. Азербайджанский вопрос на повестке Дня Совета. «Совета Безопасности?» Макгрегор был поражен. Занятый перипетиями их курдистанского приключения, он за последние дни совершенно позабыл об Азербайджане. Слова Эссекса напомнили им, что предметом спора остается Азербайджан. И курдский вопрос – это часть того же спора. «Когда вы об этом узнали?» – спросил он Эссекс. «В день нашего отъезда из Тегерана». «Какое дело в Совете Безопасности до иранского Азербайджана?» – спросила Кэтрин. «Считается, что создавшееся там положение представляет угрозу для всеобщего мира», – ответил Эссекс. «Так мне, по крайней мере, сказал Джон Асквит. А при чем тут Джон?» – настала очередь Кэтрин удивляться. «Нашему другу Джону поручено помочь мне довести это дело до конца». Эссекс стал выколачивать трубку. «Я его таким образом избавил от возни с чехами». «Когда все это стало известно?» – спросила Кэтрин. «В день нашего отъезда», – повторил Эссекс, наслаждаясь произведенным впечатлением. «Джон назначен по вашей просьбе?» Эссекс скромно кивнул головой. «Он будет вне себя». «От чего?» «От этой затеи», – сказала Кэтрин. «Вы сделали большую глупость, Гароль. Почему? Давно пора Джону заняться каким-нибудь настоящим делом. Это ему пойдет на пользу. В нем слишком много беспечности и легкомысленного отношения к самому себе». «О, Господи!» – воскликнула Кэтрин. Увлекшись разговором, они позабыли даже про еду, стоявшую перед ними в низкой скамейке. Макгрегор молчал, хотя известие об Асквите произвело на него такое же впечатление, как она Кэтрин. Но ему сейчас было не до Асквита. Он старался разобраться в том, что означает услышанная новость для него самого. В сущности, ничего неожиданного здесь не было, но это ставило его перед необходимостью окончательно определить свою позицию в азербайджанском вопросе. Совершенно очевидно, что он и Эссекс разойдутся во мнениях относительно того, что они видели в Азербайджане. В случае с ним в мирной беседе обменяться впечатлениями, эти впечатления оказались бы диаметрально противоположными. Впрочем, Макгрегор знал, что такой мирной беседы никогда не будет. Слишком уж ясно обозначились расхождения между ними. Правда, Макгрегор должен был признаться себе, что у него до сих пор не четкого определившегося отношения к этому восстанию в Азербайджане. Может быть, для Эссекса положение в целом пока так же не ясно. Но по частностям они уже сейчас не согласны. И не согласны в корне. В частности, это немаловажно, как, например, вопрос о Джавате, или о губернаторе, или о мотивах восстания. А теперь еще и вопросы, относящиеся к Курдам. Из этих отдельных несогласий складывается несогласие по всей проблеме в целом. Пусть даже ни тот, ни другой не может еще дать общую оценку азербайджанских событий. Несогласие решительное и до сих пор никак не урегулированное. Эссекс теперь постарается урегулировать его по-своему в Совете Безопасности. МакГрагер чувствовал, что он должен предпринять что-то против Эссекса. Но что? А где сейчас Джон? Спросила Кэтрин. Они принялись за еду и усиленно подкладывали друг другу рис, зелень, сушеную рыбу и хлеб. Словно особая, избыточная вежливость была бы теперь необходима, чтобы предотвратить разрыв между ними. Думаю, что Джон в Лондоне, а может быть он в Вашингтоне, ведет переговоры по этому вопросу с американцами. Хотя сейчас едва ли. Эссекс поглядел на стоявшую перед ним оловянную тарелку с едой. Странный какой-то месил, сказал он. Чем-то нас угощают, МакГрагер. МакГрагер стал объяснять, из чего приготовлены различные блюда. А сам думал о том, что теперь уже английская дипломатия его никогда и ничем не удивит. А он думал об этом без огорчения и без цинизма. Намерение Foreign Office использовать в своих интересах Совет Безопасности логически вытекало из провала миссии Эссекса в Москве. Он высказал эту мусуль Эссексу. Видно, Foreign Office убедилась, что в Москве у нас ничего не вышло, заметил он. Только с отчаянием можно было решиться перед этим вопросом в Совет Безопасности. Не вышло? Повторил Эссекс и сердито подумал. Когда этот человек научился вовремя прекращать спор? Довольно неостроумное замечание, МакГрагер. Вы что же, считаете, что моя миссия в Москве не удалась? А разве вы считаете, что удалась? Безусловно, сказал Эссекс. Передача вопроса Совет Безопасности, естественно, завершает то, чего мне удалось достигнуть в Москве. Можете в этом не сомневаться. МакГрагер решил больше не спорить. У Эссекса, видимо, были особые представления о том, что есть успех и что есть неудача. Эссекс не признавал неудачи, и, вероятно, он был прав. То, что для МакГрагера неудача, то, вероятно, для Эссекса успех. Так что же значит? В Эссексе не осталось ничего такого, что было бы просто и понятно для МакГрагера. А впрочем, было ли в Эссексе что-нибудь заслуживающее понимание? С усилием глотая изысканные произведения курских срепух. МакГрагер испытывал тоскливое чувство одиночки, которому противостоит целый мир Эссексов. Ему даже сделалось легче при мысли, что теперь Аскрид замешался в это дело. От этого все казалось как-то реальнее и значительно проще. И это было особенно важно сейчас, когда форен-офис прибегал к таким чрезвычайным мерам. Они продолжали есть в молчании, призвинувшись поближе к огню, потому что поднявшийся ветер с гор дул во все щели, нагоняя в тесную комнату холод и наметая снег на порог. МакГрагер беспокоился о том, как они завтра выйдут, если будет дурная погода. Но тут произошло событие, которое сразу же сделало отъезд неотложным. В хижину вошел лорд-гардиан непобедимый.